МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это наше время на Фридом с подборкой важных новостей дня. Сегодня в выпуске. Россия снова атаковала Харьков. Армия РФ обстреляла город шестью авиабомбами. Один из снарядов попал в многоэтажный дом. Есть значительные разрушения, погибшие и раненые. Запущено шесть керованных авиабомб. Было запущено шесть управляемых авиабомб. Места пяти попаданий уже известны. Одна попала на открытую территорию, открытую часть в Салтовском районе. Не в 16 едиными. Франция передаст Украине истребители «Мираж», которые будут оснащены новым вооружением и защитой. Поставки начнутся уже в начале следующего года. Российская экономика на грани катастрофы и россияне стремительно беднеют. Однако Кремль проблем не замечает и продолжает тратить огромные деньги на войну против Украины. Более 6% ВВП. Нобелевскую премию по физике получили ученые, обеспечившие машинное обучение нейросетей. Работы Джона Хопфилда и Джеффри Хинтона помогли создать современный искусственный интеллект. Я думаю, будет справедливо сказать, что эти два джентльмена были настоящими пионерами. Именно они проделали фундаментальную работу, которая привела к революции в машинном обучении и искусственном интеллекте. По меньшей мере, два человека погибли в результате атаки России на Харьков. Жертвами стали двое пожилых людей, которые во время обстрела находились в парке. Еще семь человек пострадали. Российские войска атаковали город шестью авиабомбами. Один из снарядов упал в густонаселенный район. Взрывной волной выбило стекла в 15 многоквартирных домах. На месте российского теракта работают профильные службы, которые планируют ликвидировать последствия атаки в течение ночи. Также полиция организовала круглосуточную охрану пострадавших домов. Было запущено шесть управляемых авиабомб. Вместо пяти попаданий уже известны. Одна попала на открытую территорию, открытую часть в Салтовском районе. Двое человек, которые там проходили мимо, к сожалению, погибли. Еще пять управляемых авиабомб попали по Черкасской Лозовой, это Харьковский район, и остальная пригородная территория Харькова. По данным правоохранителей, там, где погибли люди, была управляемая авиабомба типа ФАБ-500. Сейчас мы еще пособираем чуть-чуть, если там будем точно говорить. Ну, пока? Точно. Пока, ну, 250-500. Разъяснили два захода тактичной авиации. Противник совершил два захода авиации со стороны Белгородской области, города Белгорода. Су-34 в сопровождении Су-35. Во время обстрела было повреждено несколько многоквартирных домов. Поэтому мы, как всегда, разворачиваем свою лабораторию и начинает работу следственное управление, чтобы опросить всех потерпевших на месте, чтобы люди могли дать соответствующие показания, а также зафиксировать случаи повреждения имущества, и чтобы не ходили по отделениям полиции. Один человек погиб, еще шестеро ранены. Такие последствия российского обстрела Антоновки в Херсонском регионе. Как сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин, раненые госпитализированы. У них взрывные травмы, осколочные ранения и контузии. Президент Владимир Зеленский призвал партнеров усилить украинскую ПВО, чтобы нивелировать подобные атаки России. Очевидная необходимость для Украины усилит наше ПВО так, чтобы сделать невозможным этот российский террор. Везде, где это необходимо. Важно, чтобы большие страны, которые имеют необходимое оружие, действительно были большими в защите жизни, не держали это оружие где-то там, на складах или хранении, а чтобы патриоты и все остальное реально работало для спасения жизни людей. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. Под постоянным огнем оккупантов и Херсон. Накануне российская армия атаковала город четырьмя авиабомбами. Две из них упали на школу в Центральном районе. Учебное заведение частично разрушено. От взрывной волны пострадали близлежащие дома. Более 20 человек получили ранения. Среди них двое детей. Последствия удара до сих пор ликвидируют. Обвалившиеся стены и крыша. Так сейчас выглядит одна из херсонских школ после российского авиаудара. Авиабомба сложила сразу несколько этажей. В здании больше нет окон и дверей. Кабинеты, в которых 40 лет проходили уроки, полностью разрушены. Последствия обстрела уже второй день ликвидируют коммунальные службы. От взрывной волны также пострадали как минимум шесть многоэтажных домов. В подъездах вырваны двери, выбиты стекла, разрушены балконы. Ранения получили 22 человека, в их числе двое детей. Чудом обошлось без погибших. Жалко, все что-то нажитое, все-то надо начинать сначала, надо делать. Дело идет к зиме. Слава богу, что хоть жертв нет. Окна это такое. Жалко, но... Жалко, страшно, очень страшно. Ну, без жертв, слава богу, хоть люди живые. Но когда это уже закончится... Раньше этот район, вдали от береговой линии на севере Херсона, считался более-менее спокойным. Это по словам местных жителей, когда обстрелы раз-два на месяц. Жители говорят, их дома пережили как минимум три удара. Последний стал самым страшным. В момент удара Анна Николаевна не была дома. Недавно переехала к детям в другой район города. И тут все разбиты, и тут разбиты. Короче, только смогли подместить стекла, чтобы люди пришли хоть холодно с кладнями гулять. И там, гляньте, все отвалено. В туалет с ванной пошли. Это ужас. Большинство жителей этих домов выехали раньше. Галина сейчас временно живет в Одессе. Вернулась, чтобы привести квартиру в порядок после российского удара. Это вся моя жизнь была. Это вся моя жизнь была. Оставить просто так – нет. Здесь жить фактически нереально. Это же ненормально. Если я сюда начала вещи перевозить, чтобы в дальнейшем переехать, то сейчас это нереально. Балкона нет. Ничего нет. Люди говорят, что понимают. Вернуться домой пока что не смогут. Ждут, когда ситуация станет спокойнее. Мне хочется домой. Мне хочется домой. Детям хочется домой. Но детям я показываю только видео. Смысл ехать сюда. Я пока не вижу от слова «совсем». Да, дом родной. Но здесь делать нечего. Если мы сидели до последнего, ждали, мы дождались. Наших мы дождались. Теперь работаем, работаем, работаем для того, чтобы помочь нашим. Потому что сидя здесь не работая, мы нашим никак не поможем. Все будет хорошо. Все будет Украина. Франция передаст Украине истребителей «Мираж». Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекарню. По его словам, поставка самолетов запланирована на первый квартал 2025 года. Сколько именно боевых машин получит Киев, министр не уточнил. Самое главное – обучение пилотов и механиков, которое сейчас проходит во французском городе Нанси. Истребители смогут запускать ракеты класса «Воздух-воздух» и «Воздух-земля», а также будут оснащены новым оборудованием для ведения воздушного и наземного боев и радиоэлектронной борьбы. Украинские военные проходят интенсивное обучение в Великобритании. Канадские инструкторы обучают бойцов тактической медицине, огневой подготовке, введению боев в урбанизированной местности и окопах, а также многим другим важным навыкам. Как заявили в Генеральном штабе ВСУ, эти тренинги повысят эффективность украинских воинов на поле боя. А также отметили, что Канада оказывает Украине не только значительную финансовую и гуманитарную помощь, но и предоставляет военную технику, вооружение и другие необходимые для ВСУ средства. А кроме этого, всячески поддерживает Киев на международной арене. Эта подготовка чрезвычайно важна для повышения профессионализма и безопасности военных в борьбе против российской агрессии. Благодаря этой поддержке украинские защитники становятся сильнее, выносливее и более подготовленными к вызовам на поле боя. Благодарим Канаду и Великобританию за постоянную поддержку и помощь в нашей борьбе за суверенитет и независимость. Это важный шаг в поддержке Украины и ее обороноспособности. Из сообщения Генерального штаба ВСУ в Facebook. Ситуацию на фронте, а также обеспечение украинской армии необходимым вооружением и техникой обсудили на заседании Ставки. Там отметили, что на фронте Силы обороны Украины действуют профессионально и эффективно, нанося противнику весомые потери. Сложная ситуация сохраняется на Кураховском и Покровском направлениях. По данным Генерального штаба ВСУ, всего с начала суток на фронте произошло 99 боестолкновений. Подробнее об этом, а также общей ситуации на передовой. Далее в сюжете. По данным Генерального штаба ВСУ, самая напряженная ситуация была на Кураховском направлении. Там Силы обороны Украины отразили больше всего атак российских оккупантов. Россияне 24 раза пытались штурмовать украинские оппозиции. Также стойко удерживают оборону украинские воины и на Покровском направлении, где российские оккупанты предприняли 19 безуспешных попыток потеснить защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор россиян и на Торецком и других направлениях вдоль всей линии фронта. Как отмечают военные эксперты, Россия продолжает бросать своих солдат на так называемые местные штурмы. Мы своей упорной обороной не даем возможность противнику проводить такие маневренные операции, вынуждая его к массированному использованию именно пехоты с минимальным использованием техники. То есть фронтальные фланговые атаки противника в основном ведутся личным составом. Попытка вывести технику для ударных действий приводит, как правило, к уничтожению этой техники. Поэтому они берегут технику, но не берегут людей. Именно с этим тоже связан такой возросший уровень потерь. Как отмечают украинские воины, на Харьковском направлении россияне пытаются идти в атаку малыми пехотными группами. Личный состав подвозят на бронемашинах. Благодаря слаженной работе операторов дронов и разведки все такие попытки пресекаются на корню. Уничтожается не только пехота, горит и техника. Украинские воины также рассказали, как они взорвали арт-батарею российских оккупантов. Стояли три ураганчика в одном лесу. Стояли три урагана в одном лесу. Первый ураган – прямое попадание. Сгорел. Второй ураган – стреляем, в ответ сразу прилетает град. После града – стволка. Ну и третий ураган надо уничтожить. Но произошла такая ситуация, что от второго урагана отрикошетила ракетов третий ураган. И третий ураган самоуничтожился. Также украинские воины показали уничтожение артиллерийской установки россиян «Пион» на северском направлении. Бойцы отметили, что подорвали самоходку точным ударом артиллерии. А на юге Украины воины сил обороны ликвидировали автоматизированный военный зенитный ракетный комплекс россиян под названием «Оса АКМ». Также украинские воины выложили видео и показали разгром целой роты российских оккупантов. Десантники отметили, что россияне бросили на шторм несколько взводов солдат, а также танки, бронетранспортеры и бронемашины. Украинская разведка сработала четко, заблаговременно обнаружив передвижение противника. По колонне был нанесен артиллерийский огонь, благодаря чему четыре единицы техники прекратили представлять опасность еще во время выдвижения. Другую часть российской техники, которой удалось доехать до наших подразделений, мастерские уничтожили пилоты FPV-дронов и расчеты противотанкового ракетного комплекса. Говоря сухим языком армейских отчетов, противник не добился успеха и отказался от дальнейших действий. Из сообщения 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ в Телеграм. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, украинские военные за последние сутки ликвидировали еще 1340 российских солдат, а также уничтожили 7 танков, 3 десятка боевых бронемашин, 47 артиллерийских систем и одно средство ПВО. Кроме того, по данным Генштаба, силы обороны Украины сожгли почти сотню единиц автомобильной и специальной техники РФ. На нефтебазе во временно оккупированной Феодосии захватчики уже вторые сутки не могут потушить пожар. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, на которых видны клубы дыма, сообщает Радио Свобода. Напомню, успешную атаку на нефтебазу россиян во временно оккупированном Крыму силы обороны Украины осуществили в ночь на понедельник. Как отметили в Генштабе ВСУ, феодосийский терминал самый большой на полуострове по объемам перевалки нефтепродуктов, который используется в том числе и для обеспечения потребностей российской оккупационной армии. Великобритания вела санкции против войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, а также их руководителя Игоря Кириллова за применение химического оружия в Украине. Как сообщили в британском правительстве, в российской армии признали использование токсичного вещества хлорпикарин. Лондон считает, что это нарушает международное право, а также конвенцию о химическом оружии. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэми заявил, что Британия не будет бездействовать и продолжит использовать санкции против режима Путина. В Южной Корее считают, что Северная Корея может направить часть своих регулярных вооруженных сил в Украину в поддержку России. Как заявил южнокорейский министр обороны Юким Йонг Хен, об этом свидетельствует подписанный между Москвой и Пхеньяном договор, подобный Военному Союзу. Глава ведомства также отметил, что недавние сообщения о потерях войск НДР вблизи Донецка, скорее всего, правдивы. Совет Евросоюза утвердил новые рамки для санкций против дестабилизирующих действий России за границей. Ограничения позволят преследовать лица организации, подрывающие безопасность и суверенитет стран ЕС. Как отметил главный евродипломат Джозеф Боррель, новые меры нацелены на борьбу с гибридными угрозами, включая вмешательство в избирательные процессы, саботаж критически важной инфраструктуры, распространение дезинформации и кибератаки. Эти злонамеренные действия являются частью широкой скоординированной гибридной кампании, направленной Россией на раскол общества, дестабилизацию и ослабление ЕС и его государств-членов, нашей устойчивости, а также на подрыв нашей поддержки Украины и ее способности к самозащите. Это России не удастся. Мы будем действовать вместе и решительно, чтобы противостоять этой деятельности и привлечь виновных к ответственности. Наша поддержка Украины будет оставаться твердой и непоколебимой столько, сколько потребуется. Джозеф Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Россия остается самой значительной угрозой для НАТО как в Европе, так и за ее пределами, поэтому в интересах Альянса оказывать помощь Украине. Такое мнение во время совместной пресс-конференции в Брюсселе озвучили генеральный секретарь блока Марк Рюте и президент Финляндии Александр Ступ. Россия сейчас ведет два типа войны. Одна из них – война в Украине, где, похоже, нет предела тому, что она будет делать, нарушая международное право и убивая невинных людей. И, конечно, другая война, которую ведет Россия, гибридная. И я думаю, нам нужно морально подготовиться к возросшей активности в киберпространстве, в распространении дезинформации, то есть к информационным войнам. Нам нужно сосредоточиться на том, что может сделать НАТО. НАТО может помочь укрепить позиции Украины, предоставив достаточную военную поддержку. Вот почему я так рад, что мы примем участие во встрече в формате «Рамштайн». Почему так важно, чтобы мы сделали больше для укрепления позиции Украины? Потому что это единственный путь к соглашению путем переговоров. Я считаю, что единственный путь – убедить Путина, что он не победит на поле боя. И это парадокс. Чтобы прийти к соглашению путем переговоров, мы должны убедиться, что Украина сильная. НАТО активно готовится к противостоянию российской агрессии. Для этого страны Альянса проводят совместные учения, усиливают противовоздушную оборону и размещают дополнительные войска у границы с Россией. Также НАТО планирует увеличить общий контингент своих войск в Европе на 225 тысяч солдат и существенно укрепляет восточный фланг. Тему продолжит Никита Скобликов. 7 октября в Литве стартовали крупные учения НАТО под названием «Железный Волк-2024-2». В них принимают участие более 3200 военнослужащих из Литвы и стран-союзников по Альянсу, таких как Бельгия, Чехия, США, Люксембург, Норвегия, Нидерланды и Германия. Задействовано около 700 единиц военной техники. Главная цель этих маневров – проверка боеготовности батальонов пехотной бригады «Железный Волк». Учения продлятся до 17 октября. В этих учениях мы будем тренировать военнослужащих боевой группы передовых сил НАТО и солдат пехотного батальона Великого князя Литовского Альгерда, отрабатывая планирование и выполнение наступательных и оборонительных операций днем и ночью, слаженность действий между подразделениями, а также интеграцию частей боевой поддержки и обеспечения. Из публикации на сайте Министерства обороны Литвы. Перед учением журналисты немецкой газеты «Вэльтам Сантак» выяснили, что Альянс также собирается развернуть еще 49 боевых бригад из-за потенциальной российской угрозы. Ранее страны НАТО считали, что будет достаточно иметь 82 бригады, но теперь их увеличат до 131. Каждая будет состоять из примерно 5000 солдат. Впрочем, как пишет «Зе Таймс», члены НАТО, находящиеся на восточном фланге Альянса, готовятся к тому, чтобы бороться с РФ в одиночку, если потребуется, и ожидают от США более решительной позиции. Некоторые представители приграничных государств отмечают, что несколько лет назад США ответили на серьезную российскую кибератаку кратковременным отключением электричества в Москве. Они хотели бы получить такой же сильный ответ на гораздо более частые атаки на них. Из публикации издания «Зе Таймс». Как пишет «Зе Таймс», Польша, страны Балтии и Скандинавии надеются, что Украина победит Россию, потому оказывают Киеву огромную помощь. Эти государства понимают риски, связанные с РФ. Так, глава Генерального штаба Вооруженных сил Польши, генерал Веслав Кукуа, заявил, что высока вероятность того, что нынешнее поколение поляков будет воевать. А власти Швеции готовятся к отправке 600 своих военных в Латвию для укрепления восточного фланга НАТО. Обязательства Швеции по коллективной обороне союзников непоколебимы. Развертывание этого батальона поможет повысить безопасность Латвии, Швеции и НАТО в целом. Также открывается новая глава сотрудничества в области безопасности в нашем регионе, когда все страны Северной Европы и Балтии являются членами НАТО. Этот батальон – пример более тесного сотрудничества в области политики безопасности, которая необходима в нашем регионе. Москва все чаще проводит провокационные действия на территории стран НАТО, включая случаи нарушения воздушного пространства с использованием дронов. Так, 7 сентября 2024 года российский БПО разбился на востоке Латвии. В ответ на этот инцидент Рига развернула новые системы противовоздушной обороны на восточной границе страны, сообщил министр обороны Латвии Андрис Спруц. Кроме того, на границе были установлены специальные радары для обнаружения и отслеживания беспилотников. Решение о выделении Украине кредита на 35 миллиардов евро под залог доходов от замороженных российских активов должно быть согласовано в течение октября. Об этом по итогам встречи министров финансов ЕС заявил еврокомиссар по вопросам экономики Пауло Дженталини. Он добавил, что план Еврокомиссии подчеркнет непрерывность поддержки Украины, ведь ЕС хочет дать четкий сигнал, что участники Большой Семерки и другие страны мира будут поддерживать Киев сколько потребуется. Я представил министрам пакет предложений, которые подготовила Европейская комиссия, чтобы помочь Украине покрыть ее насущные потребности и предоставить поддержку на перспективу. Этот кредит будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Я думаю, это посылает четкий сигнал Кремлю о том, что он заплатит напрямую за ущерб, нанесенный Украине агрессивной войной, развязанной Россией. Мы работаем с Советом Европейского Союза и другими законодателями, чтобы обеспечить одобрение этого пакета к концу месяца. Российская экономика на грани катастрофы. Об этом говорят западные аналитики. Несмотря на то, что официальная российская статистика сообщает о низкой инфляции и экономическом росте, проблемы становятся все очевиднее. Почти полторы тысячи международных компаний вышли из России. Все больше денег поглощает военно-промышленный комплекс, а расходы на социальные сферы уменьшаются. О том, сколько еще Москва сможет финансировать агрессию против Украины, Андрей Дмитренко расскажет. Россия тратит сумасшедшие деньги на войну против Украины. Так, в бюджете на 2025 год на статью «Национальная оборона» Кремль заложил рекордные 13,2 триллиона рублей, а это более 6% ВВП. Уход иностранных брендов и западные санкции уже ослабили экономику Федерации, но, по словам экспертов, вливание огромных денег в оборонку при стагнации остальных отраслей создает опасный дисбаланс внутри экономики Федерации. Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что рано или поздно стране-агрессору придется закончить войну из-за проблем с экономикой, и в Кремле это понимают. Он разумеет, что спад идет. Он для них уже болезненный, ощутимый. Но это еще далеко не пик. Они прогнозируют, что примерно летом 2025 года негативное влияние на экономику станет очень ощутимым для их страны. С этим, кстати, связано много процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально войти в этот период так, как бы им хотелось. Основной статьей доходов российского бюджета оставалась продажа энергоресурсов. Но после двух с половиной лет войны Москва почти лишилась этой возможности. Европа отказывается покупать российский газ, а России не удалось заместить рынок ЕС азиатским. Не так печальна ситуация с продажей нефти. Союзники Киева наложили санкции на российские нефтяные танкеры, установили потолок продажи топлива в 60 долларов за баррель. Но Москва смогла частично обойти ограничения, создав теневой флот. Сейчас аналитики прогнозируют возможное снижение мировых цен на нефть после решения Саудовской Аравии нарастить добычу. По словам экспертов, это сильно ударит по заработкам Федерации, поскольку они и так невысоки. Они не зарабатывают на этом деньги. Из-за неэффективной устаревшей технологии добыча нефти обходится им в 45-46 долларов за баррель, а отправка ее на рынке еще 15 долларов за баррель. Из-за потолка цен на нефть они едва сводят концы с концами. Практически потеряв экспортные возможности, Кремль стал зарабатывать на собственном народе. В июле 2024 Газпром поднял цену на газ для российских потребителей на 11%. Это рекордное повышение тарифов с 2013 года. По словам аналитиков, увеличение сборов с населения – это одна из главных стратегий наполнения бюджета для Кремля. Именно существенное повышение налогов в следующем году является фактически ключевым источником финансирования дополнительных затрат на войну. Там повышается и налог на доходы физических лиц, и налог на прибыль предприятий, и ряд других налоговых платежей, которые будут вынуждать население платить существенно больше. Также для финансирования войны Кремль просто включает печатный станок. При рекордном повышении военных расходов финансирование социальных программ, здравоохранения и медицины остается на прежнем уровне. Печатание денег вызывает рост цен, но не приводит к росту экономики. Такое явление называется стокфляция. По словам экспертов, со временем это будет только усиливаться, что приведет к уменьшению покупательной способности россиян. Невозможно обеспечить вот этот навес денежной массы товарами и услугами. Отсюда дорожает все. То отсутствие достаточных производственных возможностей внутри и отсутствие свободы импорта в сумме дают сокращение потребительских, предложение потребительских товаров на рынке. И это вызывает инфляцию. Люди понимают, что за свою зарплату сегодня они могут купить меньше, чем вчера. Также экономисты отмечают, что Москве не удается, как раньше, полагаться на свои валютные резервы. В частности, фонд национального состояния, который в довоенном 2021 составлял 183 миллиарда долларов, сократился до 55 миллиардов. Как отмечает шведский экономист Андерс Ослунд, большая часть этих средств является неликвидной, либо уже инвестированной. Хизбалла атаковала Израиль ракетами. Под огнем оказался город Хайфа. В целом, во время двух волн обстрелов буквально за полчаса террористы выпустили более сотни снарядов. По информации Цахала, большая часть ракет была сбита силами ПВО. Известно об одной пострадавшей женщине. Израиль заявил о ликвидации главы штаба материально-технического обеспечения Хизбаллы Сухайла Хусейна Хусейни. Он играл важную роль в поставках оружия из Ирана и координировал террористические атаки против Израиля из Ливана и Сирии. Высокопоставленный командир проиранской группировки был убит во время авиаудара по столице Ливана – Бейруту. Как заявил министр обороны Израиля, боевики также пытались назначить нового главаря группировки, но, по всей видимости, им это не удалось. Хизбалла – это организация без лидера. Насрала был ликвидирован, его преимник, вероятно, также был ликвидирован. Это оказывает драматическое влияние на все происходящее. Наступательные возможности Хизбаллы сильно пострадали и находятся в состоянии, похожем на то, в котором начинал Хамас, а может быть, даже в худшем. Сейчас в организации просто некому принимать решения. Ураган Милтон может обрушиться на американский штат Флорида уже в среду вечером. Об этом заявила представитель Всемирной Метеорологической Организации Клэр Нулис. Синоптики прогнозируют, что Милтон усилится до максимальной пятой категории. Ныне он движется на восток и набирает скорость. Милтон, согласно последним прогнозам Национального центра США по наблюдению за ураганами, скорее всего, обрушится на правобережье Флориды в среду вечером по местному времени. Максимальная скорость ветров сейчас составляет 250 км в час. Максимальной пятой категории Милтон должен был достичь вчера. И Национальный центр по наблюдению за ураганами говорит, что колебания силы этого урагана вероятны. Прогнозируется, что Милтон останется чрезвычайно опасным ураганом. Из-за урагана Милтон президент США Джо Байден даже отложил визит в Германию. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер планирует проконтролировать подготовку к стихии и меры реагирования на нее. Напомню, в Германии на авиабазе Рамштайн на этой неделе пройдет встреча лидеров стран НАТО и президента Украины. Нобелевский комитет назвал лауреатов премии в области физики. Ими стали американец Джон Хопфилд и британец Джеффри Хинтон, исследователи искусственных нейронных сетей. Их работы, среди прочего, помогли создать современные системы искусственного интеллекта. Хинтон изобрел метод, который может находить отдельные параметры в массовых данных и опознавать элементы на фотографиях. А Хопфилд создал сеть, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы данных. Научные достижения лауреатов применяются также при моделировании климата, разработке солнечных батарей и во многих других сферах. Я думаю, будет справедливо сказать, что эти два джентльмена были настоящими пионерами. Именно они проделали фундаментальную работу, которая привела к революции в машинном обучении и искусственном интеллекте. Эти два джентльмена были теми, кто применил законы физики к нейронной сети и поняли, что ее можно научить и тренировать, а затем использовать, например, как мы видим сегодня, для ответов на вопросы, создания изображений, медицинской диагностики и такого рода вещей. Так что у них была первоначальная идея, и теперь она переросла в большую индустрию, которую мы видим сегодня. Подписывайтесь на страницу Freedom в YouTube и получите доступ ко всему видеоконтенту нашего канала. Для этого сканируйте код на экране и переходите по ссылке, которая откроет доступ к информационным сюжетам и аналитическим программам. Также мы публикуем важные интервью и мнения экспертов. На этом наше время подошло к концу. Далее говорить о важном будет Владимир Рабчун. Марафон продолжит эфир Freedom. Оставайтесь с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин